Всем привет! В начале видео давайте рассмотрим такой вот канал Pinterest Да, интересное название Вводим 3D модели, если вам что-то здесь будет нужно, нужно регистрироваться Свой код и, короче, почта На почту регистрируйтесь Ввели, что вам надо, допустим И вот здесь очень много информации по 3D моделям И также вот для работы в The Brush Вот уже готовые здесь есть барельефы Вот вы видите детали всякие и так далее Здесь все можно найти Пользуйтесь, кому пригодится Возможно, информации тут очень много Вот такие можно здесь найти узоры Возможно, на нарды или еще на другие какие-то детали Розетки, лепнина Все, короче, красиво, хорошо сделано Так, еще один канал Это называется он DemiArt Вот, вы здесь тоже регистрируетесь Что здесь можно делать Здесь есть по 3D вот уроки, редакторы И также вот 3D работы и 3D работы VIP Здесь 3D работы VIP вы создаете свою работу И ее потом дорабатываете В процессе тут уже смотрите, делаете Вот так вот все Это вот моя работа тоже Здесь вот поэтапно вы ее дорабатываете Вот так вы выкладываете процесс работы Потом общаетесь Вам тут кто-то может поможет что-то с информацией Там подкорректирует вас Также здесь есть 3D работы ваши Вы можете просто их выкладывать для обзора Делаете вот опять же свою, так сказать, папку И вот здесь вот можете выкладывать все свои работы Вот здесь вы общаетесь Есть мастера, модераторы и так далее Словом, кому надо, пользуйтесь Заходите, регистрируйтесь Так, теперь давайте зайдем в The Brush И разберем, как работать с сеткой персонажа Вот уже знакомый, наверное, вам персонаж Коба Да что ты, блять Вот теперь давайте рассмотрим Вот он состоит из трех саптулов Как все это можно объединить И сделать цельную модель С одним полигоном Так, разберем Это сначала нам нужно все объединить Жмем Merge Down Нажимаем Always Ok Если нам нужно объединять все модели Не подтверждая, что да, этот саптул Или этот саптул Вот мы все сейчас объединим И посмотрим, как это все сделать однородно Без стыков, без разных вот этих саптулов И разных полигонов Модель у меня весит 3 с лишним миллиона полигонов у нее Чтобы была качественная Понизить всегда можно Вот наши саптулы объединились И теперь что нам нужно сделать Давайте делаем на эту модель Так, можно просто уже такую продублировать Давайте посмотрим Просто делаем дубляж Отключаем дублированную высокополигональную модель И теперь заходим в геометри И жмем Dynamesh Dynamesh ставим на 528 Ну, у кого сколько позволяет Комп, ноутбук И отключаем Project И жмем Group Вот это И жмем Dynamesh Вот он нам высвечивает Что нужно убрать Дивайды Вот мы их удаляем Сабдивизии эти И теперь Жмем Dynamesh Что-то пошло не так Зайдем в геометри Зайдем в геометри Жмем да Вот что-то такое у нас получилось Теперь мы вернемся И повторим Сделаем один полигон Ctrl-D Ctrl-D И теперь жмем Group И Dynamesh Опять же он высвечивает Что удалить надо Вот эти вот дивизии Жмем да Вот так все у нас получается И еще разочек сделаем Вот так вот это все прибавим Вот такая вот у нас получилась Однообразная модель Весить она стала 262 с лишним полигона у нее 1000 Вот теперь посмотрим как она выглядит Вот такая она стала И теперь Что нужно сделать Делаем на нее The Remesh Вот сейчас она модель прогонит Сетка станет Более красивая Более красивая Более красивая Вот что у нас получилось Вот такая моделька вышла Вот сетка у нас однородная Однообразная 20000 с лишним у нас полигонов И давайте Ctrl D прибавим Хотя бы до 324000 Вот так вот все она выглядит И давайте теперь на нее Наложим Полностью с высокополигональной Наложим детали Вот так все это стало выглядеть Объединились Две модели И теперь Жмем Project Кстати верхняя Постоянно Должна быть Включена А на нижнюю Не переключайтесь Только Добавляйте Вот этот Включенный Значок Иначе у вас Не получится Жмем Project И сейчас посмотрим Что будет с моделью Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так давайте я приближу Вот вы видите детали Как наложились на модель И теперь можно отключить Вот эту вот Высокополигональную И вот у нас Низкополигональная Вот такая вот стала модель Однообразная Вы видите Один саптул Все четко Все хорошо Здесь потом Можно доработать Если где-то детали Чуть-чуть Не так спроецировались Вот эту Высокополигональную Можно теперь удалить И теперь можно С ней работать Уже на Низких Уровнях И на высоких Вот так она будет выглядеть На низких На средних И вот так вот На высоких Уровнях На низких Уровнях Можно Корректировать Все Вот это Добавлять Объем Чтоб модель Была хорошая Без повышения Полигонов Вот так вот Она стала выглядеть Вот цельная Так Еще одна проблема Которая может У вас Получиться Когда вы Используете Допустим Другие Так Другую модель Под передел Вот у меня тело Вы видели Что я его полностью Переделывал С другой модели Полностью Вот это все Вытягивал Посмотрите Видео Кто не видел Как все это Делось Голова Вот Вот это вот Голова Я ее делал Полностью Скульптрис Недооцененная Кстати Программа Работать здесь Очень легко Вытягивает Мягко Видите Модель Глажи Становится Сколько Забраш Пытался Сделать Если она Делает Гладкость То теряются Очень много Деталей А здесь Вы можете Вот Все это Красиво Мягко Выгладить Модель Вы видите Мягкая Очень Когда ее Закидываешь Забраш Она становится Чуть Грубоватая Вот эти Детали Выглядят По другому Но это Кто Попробует Поймет Так И теперь Что Проблема В чем Заключается Проблема Заключается У нас Вот именно В симметрии Вот Сетка У нас Стоит Вот так Вот И теперь Что нам Нужно Сделать Давайте Закинем Вот эту Модель Скульптрис Так Жмем Обс Как Сохранять Надеюсь Вы знаете Программа Программа Скульптрис Если с сеткой Что-то Не так Она просто Не примет Модель И Будет Проблемы Потом Так что Проверять Сетку Модель Вот вы видите Что что-то Не так Откроем Модель Уже Которую Сохраненная Вот вы видите Как модель У нас Загрузилась Ее теперь Нужно Вот так Вот перевернуть И вбок Чтобы она Лицом У нас Вот так Вот загружалась Как это Сделать Теперь Мы Переходим На Х Вот так И давайте Модель Чуть Повертим Нужно Крутить С помощью Ротации Вот В деформации Вот так Вот Раз Вот И теперь Можно Ее Проверить По симметрии Как ее проверять Это Включайте Х Вы видите Вот Как все Работает Теперь Теперь Нужно Ее Положить Вот так Вот На бок Так Отключаем Симметрию И вот Так Вот Ее Ложим Переключаемся Назад Назад И Чуть Чуть Выравниваем Также Тут Подкручиваем Ее Вот Так И Проверим Теперь Симметрию Вот Вы Видите Это Уходит Вбок Ее Нужно Теперь Перекрутить Еще Вот Так Вот И С помощью Move Вот Поставить Где-то Приблизительно Так По центру Поймать Можно И Немножко Еще Вот Так Ее Выровнять Вот Теперь У нас Модель Более Менее Стоит Включаем Симметрию И Вот У нас Модель Уже Выставлена Симметрично Вот Вы Видите Что Можно Работать По Симметрии Вот Так Вот Делать Что Хотите С ней Теперь Вы Когда Сохраните Она Высветится В Скульптрис Вот Именно Вот Так Вот По Этой Оси Давайте Посмотрим Вот Так Вот Модель Выглядит И Крутится Видите Симметрично На Просмотре Вот 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 Такая У нее Получается Функция Вы Видите Что Скульптрис Хорошо Принимает Эту Модель После Заремешера Поправки Сетки Если Сетку Не Поправить Скульптрис Ее Может Но Если Что То Не Так Он Ее Просто Не Примет Вот Вам Как Индикатор Правильная Модель Неправильная Можно Ее Скульптрис Проверить Все Всем Пока До Свидания Продолжение следует